Сиди дома, сиди, милый Всем привет, меня зовут Власов Роман, я преподаватель фортепиано И сегодня благодаря платформе Алматы Кретьев и управлению города Алматы Мы с вами можем заниматься музыкой и изучать ее И сегодня третий урок из двадцати И тема сегодняшнего урока Ступени и система ступеней На прошлом уроке мы с вами изучили расположение нот на клавиатуре Какая нота где находится, какая клавиша как называется А перед этим на самом первом уроке я рассказывал вам историю происхождения фортепиано Итак, давайте перейдем к нашей теме Как мы с вами знаем нот музыки 7 До, ре, ми, фа, соль, ля, си Точно так же и ступеней в музыке будет ровно 7 Но ступени отличаются от нот тем, что ступени это своего рода линейка Которую мы можем переносить с одного места клавиатуры на другое Сегодня мы рассмотрим сначала ступени на основе до мажора То есть порядок нот у нас будет до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до Первой ступенью будет нота до И все клавиши у нас будут белые Итак, давайте перейдем к инструменту И посмотрим еще раз внимательно на клавиатуру До, ре, ми, фа, соль, ля, си 7 нот, затем они повторяются До, ре, ми, фа, соль, ля, си И так далее Ми, фа, соль, ля, си Это особенность инструмента фортепиано В том, что ноты повторяются каждый раз В принципе на любом другом инструменте Точно так же ноты повторяются И ступени, которые мы сегодня будем изучать Тоже будут повторяться Сейчас давайте попробуем спеть нашу гамму Итак До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до И сейчас мы можем заметить Что играя и когда мы поем каждую новую ноту Мы как бы голосом поднимаемся все выше и выше, выше и выше Словно по лестнице, по каким-то ступенькам Именно поэтому эта система так и называется ступени Их ровно 7 И сейчас для нас первой ступенью будет нота до Давайте еще раз посмотрим на клавиатуру Итак, первая ступень нота до Вторая ступень нота ре Третья ступень нота ми И так далее Четвертая ступень Пятая, шестая, седьмая И все начнется заново Первая ступень Вторая, третья Четвертая, пятая Шестая, седьмая И первая Первая ступень, от которой мы ведем отсчет Называется тоника В принципе, в будущем, когда мы будем проходить что такое тональность И все другие непонятные слова Мы будем понимать Мы будем перемещать нашу линейку Но сейчас я просто приведу пример, как можно применить ступень Итак, за первую ступень можно, в принципе, взять любую ноту Например, нота соль И тогда для нее нота ля, которая идет следом, будет считаться второй ступенью Нота си будет третий Нота до будет четвертой И так далее Итак, давайте рассмотрим теперь наши ступени на вот этом рисунке Здесь я представил ступени как раз в виде ступенек То есть в виде лестницы Итак, мы видим первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая Все, что нарисовано черным, я вам сейчас это объясню и расскажу И это меняться не будет Синим цветом я написал ноты До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до Здесь снова повторяется си, потому что она рядом с до, но на клавиатуре так и есть Нарисованные синим цветом ноты мы сможем потом заменить и позже я вам покажу, как это делается А сейчас мы рассмотрим, что из себя представляет каждая ступень Итак, первая ступень это тоника Это своего рода центр всего, что будет происходить на клавиатуре в данный момент Когда мы используем с вами ваши ступени Как в любом государстве, как в любой корпорации или компании Есть директор, есть кто-то главный, президент, король, неважно Какая-то личность, какой-то персонаж, который несет в себе роль главного человека, так скажем Точно такую же роль играет первая ступень, которая сейчас у нас называется нота До И первая ступень это тоника От нее ведется отсчет и все остальные ступени будут от нее зависеть Для чего нужна тоника? Ну, во-первых, мы опираемся на нее слухом С тоники часто музыка вся начинается И именно тоникой всегда музыка заканчивается Во всяком случае, на нашему слуху привычно слышать Слыша тонику в конце, воспринимать, что музыка завершилась Если мы слышим, что музыка закончилась на какой-то другой ступени, например Сейчас я закончил свою мелодию на второй ступени И сразу у нас возникает внутри какой-то дискомфорт, какая-то непонятность И ожидание, что что-то должно быть дальше Это вот своего рода, как в кинофильмах, в конце пишут to be continued Точно так же и в музыке Если мелодия останавливается не на тонике, не на первой ступени Значит, to be continued Что-то будет дальше Музыка будет развиваться дальше И давайте посмотрим Еще раз я сыграю этот фрагмент И мы хотим услышать еще раз продолжение И опять я закончил на второй ступени И чтобы закончить свою мелодию Я сыграю тонику И мы с вами поймем, что все Музыка закончилась Ну или во всяком случае какая-то фраза в музыке Или какое-то предложение На прошлом уроке я частично эту тему затрагил И сегодня повторю еще раз Музыка это язык Точно такой же язык, как русский язык Казахский язык, английский и любой другой И в музыке тоже есть своего рода синтаксические, пунктационные и так далее Правила Используя и зная которые Точнее зная и потом используя которые Мы можем с вами воспринимать музыку Подбирать ее на слух И конечно же сочинять, импровизировать А ведь это является целью нашего курса из 20 занятий Итак, сейчас мы выяснили, что тоника Это своего рода как заглавная буква в начале предложения Или абзац И точка в конце В конце повествования Итак, давайте перейдем дальше И разберем остальные ступени Итак, тоника мы выяснили Что это главная ступень Она обозначается, кстати говоря, буквой Т Но, как в любой корпорации, как в любом государстве Один только управляющий быть не может Ему нужны помощники Роль этих самых помощников в музыке выполняет четвертая и пятая ступени Которые называются субдоминанты и доминанта соответственно Вы спросите меня, что за абракадабра Я сейчас проговорил Набор каких-то непонятных и страшных слов Звучащих как злотлинания Но я попробую вам их расшифровать Итак, пятая ступень Доминанта В нашем случае Это нота соль Пока что Только пока что Доминанта Это с латинского языка переводится как главенствующее К доминус, доминум и так далее Все эти слова обозначают что-то главное Но доминанта не настолько важна, как тоника, конечно Но идет сразу после тоники Это своего рода заместитель Итак, субдоминанта Приставка суп Здесь есть Это не суп Это суп Внимательнее будьте Итак, хорошо Субдоминанта Суб это под Менее То есть Менее главное Подглавенствующее Так сказать Второе по очереди Доминанта Более главное Субдоминанта Менее главное Итак, субдоминанта Это четвертая ступень Доминанта Это пятая ступень Давайте посмотрим сейчас на клавиатуру и представим, что это картинка или какой-то рисунок Итак, здесь у нас тоника, здесь у нас опять тоника Находим субдоминанту и доминанту, а это четвертая и пятая ступени Раз, два, три, четыре, пять И мы видим, что у нас симметрично синхронизировалась клавиатура, так сказать До и фа, то есть между тоникой и субдоминантой у нас расстояние через две ноты Между тоникой и доминантой точно такое же расстояние Если мы с вами немножечко это все дело перевернем Субдоминанта и доминанта вместе с тоникой образуют такую симметричную целостную фигуру Именно поэтому эти две ступени, четвертая и пятая, являются главными, ну почти наравне с тоникой Кстати, хотелось бы заметить и рассказать немного об истории, откуда они взялись Итак, субдоминанта это четвертая ступень, расстояние через две клавиши от ноты до На следующем уроке мы узнаем, что это расстояние будет называться кварта Сейчас пока что мы поговорим о субдоминанте Так вот, одними из первых музыкальных инструментов, одними из первых музыкальных инструментов народных Были струнные инструменты подобие гитары и скрипки И даже если мы сейчас приведем, например, дамбру Там у нас есть две струны И, кстати говоря, эти две струны у нас звучат интервалом кварта То есть как тоника и субдоминанта И эти две ступени, эти два звука легли в основу народной музыки Если мы попробуем их играть вместе Мы получим какую-то народную мелодию Теперь давайте послушаем, как это звучит в музыке Когда мы сочетаем тонику и субдоминанту Сейчас я буду использовать аккорды и мелодии То есть это будет небольшая импровизация Об этом более подробно мы узнаем на следующих уроках Ну, что-то такое звучало, например, в средние века на улицах Европы Давайте приведем еще одно произведение Я приведу именно народная песня Ельмай Смотрим сейчас внимательно на левую руку Итак, первая ступень у нас до Четвертая ступень субдоминанта фа И здесь у нас происходит переход на субдоминанту И обратно возвращается все дело в тонику Таким образом, тоника и субдоминанта С помощью тоники и субдоминанта Можно сочинить или подобрать музыку народную Или похожую на народную Давайте перейдем теперь к доминанте Расстояние между тоникой и доминантой У нас уже три клавиши И это расстояние будет называться квинтой Так вот, в классической музыке В тот момент, когда она зарождалась Этот интервал считался идеальным Он считался своего рода золотым сечением в музыке И поэтому многие классические инструменты То есть не народные, а именно классические Профессиональные инструменты Были настроены в интервал квинта То есть по принципу тоника и доминанта И, кстати говоря, сейчас все классические инструменты Те, которые входят в состав, например, оркестра Симфонического А это, ну, имеющий больше одной струны А это, например, скрипка Виолончель, контрабас И прочие им подобные инструменты Везде у них струны настроены в квинту Итак, давайте попробуем сыграть музыку Используя эти две ступени Опять смотрим на левую руку Смотрим Еще раз Левая рука Я использую тонику И таким образом мы можем с вами получить музыку Похожую на классическую Ну и, соответственно, подобрать Кстати говоря, почти вся музыка строится на этом принципе Даже произведение Людвига Плана Петховена Построено на этом принципе Но тоника здесь уже не до, а ля И поэтому в левой руке используются основные две ноты Ля, как тоника И пятая ступень Нота Ми Как второй аккорд И большое количество классических произведений Построено именно на этом принципе Давайте перейдем к остальным ступеням И рассмотрим, как это все дело происходит Итак, если мы сейчас посмотрим на эту картинку И на эти ступени Мы сможем предположить Ну или понять, что такая вещь Такая конструкция Не может существовать в реальной жизни И эта лестница просто упадет Если у нее не будет опоры и поддержки Именно эту роль выполняют устойчивые ступени А именно первая, третья и пятая Первая снова повторяется Поэтому она тоже устойчивая И, соответственно, все, что у нас будет на клавиатуре повторяться Будет точно так же повторяться и в системе ступеней Итак, первая, третья, пятая ступени Это звуки, на которые мы можем слухом опереться С одного из этих звуков может начаться музыка Определенно точно Давайте вернемся в до мажор с белыми клавишами И точно так же закончится может В принципе Мы будем понимать, что музыка Как бы вроде закончилась Но вот что-то не то Эффекты to be continued Как в случае, например, со второй ступени Он тоже возникает, но не настолько сильный И именно используя Первую, третью и пятую ступени Музыканты понимают, какая тональность То есть какой набор звуков нужно использовать На эти ступени слухом можно опереться Ну и вокалисты, кстати говоря Всегда перед тем, как начать петь Всегда им дают инструменталисты Один из устойчивых звуков А обычно иногда и все три Для того, чтобы вокалист и инструменталист Могли начать петь одновременно Потому что голосом нужную ноту найти сразу Может не каждый, но не услышав ее перед этим А на инструменте мы просто видим Где она находится и можем ее сыграть Так, давайте перейдем дальше И здесь у нас уже описаны главные ступени Про которые я проговорил Это тоника субдоминанта и доминанта Первая, четвертая и пятая ступени И еще один момент Это вводные ступени Вторая и седьмая Итак, вторая и седьмая ступени Это ступени, которые окружают тонику Именно из-за них и возникает тот самый эффект To be continued, который мы именно в том виде и воспринимаем Давайте посмотрим еще раз До этого я показывал пример со второй ступенью Сейчас я проиграю пример, завершив мелодию над седьмой Вводные ступени, как слышно из названия Они приводят к чему-то Они не лежат в воде, а ведут То есть, именно поэтому они и зовутся вводными А ведут они куда? Ведут они, конечно же, к тонике И поэтому, когда мы слышим водную ступень Мы хотим обязательно услышать и тонику Тоже сразу за ними В принципе, для этого они и служат Они как бы оповещают своим присутствием Что дальше будет звучать тоника Кстати говоря, очень часто тоника обыгрывается И украшается именно с помощью водных ступеней То есть, мелодия может звучать следующим образом Сейчас я сыграл небольшой пример музыкальный С использованием двух ступеней Точнее, трех двухводных и тоники В котором я звук тоники, звук до Обыгрывал с помощью нот ре и си Итак, в общем-то, про все ступени я вам рассказал Здесь у нас такая табличка Ее можно перерисовать И для того, чтобы было понятнее И лучше, конечно же, запомнить Давайте теперь поговорим о том Точнее, здесь я нарисовал примеры Как используются эти самые ступени в музыке До этого у нас первой ступенью была нота до Но первой ступенью может быть любая нота И даже черная клавиша Как я уже говорил Если первая ступень нота соль То ля для нее будет второй Ре для нее будет пятой То есть ре будет доминантой До будет для нее субдоминантой И так далее Если первая ступень у нас нота ре Тогда ми будет второй Фа будет третий Ля доминантой Соль субдоминантой И так далее Дальше вы можете это дело пронаблюдать Переписать и заскринить Давайте еще раз посмотрим на клавиатуре Как это дело можно применять Зная систему ступеней Мы можем перенести мелодию с одного места клавиатуры В другое Например, этот фрагмент Сейчас, когда я знаю, что тоника здесь нота ля Давайте я вам попробую сыграть все то же самое Используя тонику ноту до Итак, посмотрим Началось все с ноты ми А ми это у нас раз, два, три, четыре, пятая ступень Дальше вторая была И все недостающие для завершения мелодий Итак, тоника нота до Раз, два, три, четыре, пять Начну я с ноты соль Но для того, чтобы полноценно получилось перенести мелодию В другое место клавиатуры Помимо знания системы ступеней Нам еще нужно будет освоить навык нахождения тональности И определение клавиш, которые нужно играть и не нужно в данный момент времени Чтобы не тыгать куда попало Не сидеть в панике Ой, а какая же здесь нота И так далее Давайте попробуем еще раз перенести этот фрагмент И сейчас я попробую начать Ну, например, используя тонику Как тонику ноту ми Пятая ступень для нее будет нота соль, си Ну, почти тот же самый эффект получился И точно то же самое можно сделать с нотой ре И, кстати, белых клавиш здесь будет больше Как можно использовать этот навык? Для чего он нужен? Ну, во-первых, для забавы Это очень круто, когда ты можешь сыграть От ту и ту же мелодию, от любой ноты, от какую захотел Второе, это, кстати, этот прием называется транспозиция Второе, транспонирование Второе, это, когда вы захотели спеть какую-то мелодию Например, вы нашли в интернете аккорды А в будущих уроках я вам объясню, как эти самые аккорды Можно, точнее, как они записываются в нотах и так далее Но, вдруг, по каким-то причинам, а это могут быть физиологические причины Вы не можете голосом спеть какую-то ноту Она для вас, например, слишком высокая или слишком низкая Это очень трудно и неудобно Тогда вы берете и перемещаете вашу песню на пару нот выше или на пару нот ниже Для того, чтобы было петь удобнее Давайте покажу на примере произведения Ну, в принципе, я это уже и показал Итак, у нас здесь набор аккордов Представьте, что я пою, просто пою я не очень Ну, просто чисто гипотетически, например Мне была высока какая-то нота Я беру и потихонечку все это дело переношу Ну, например, давайте вот сюда И теперь я смогу это, например, спеть Ну, или вы можете спеть Точно такие же бывают ситуации, когда вы выучили какую-то мелодию Набор аккордов, например, вам это петь удобно Но вы захотели спеть с другом Что делать тогда? Другу петь неудобно Вы можете найти общую тональность Где вам более-менее будет комфортно чувствовать себя вместе Один из вас играет в новой тональности С новой тоникой Переместив эту мелодию как линейку в другое место клавиатуры И вы оба вместе можете это все дело спеть Мне кажется, это очень круто Так, ну что ж И переходим к последнему пункту сегодняшнего урока А это значение ступеней и порядок их использования Эта вещь понадобится нам в гармонии То есть, когда мы будем строить аккомпанементы А это основная часть современной музыки Итак, логика следования аккордов Это все будет происходить в левой руке Тоника, первая ступень Субдоминанта, доминанта и тоника Давайте посмотрим и послушаем Как это будет звучать на клавиатуре в до мажоре Когда я буду использовать только белые кланши Итак, в левой руке я буду играть сначала тонику Затем субдоминанту Потом доминанту И закончу это дело все тоникой В принципе, то есть у нас и получилась Так сказать, такая стандартная классическая мелодия Стандартное построение Которое на слух воспринимается вполне завершенным Но очень, так сказать, банальным В связи с тем, что эта тема очень заезженная Потому что она очень простая И очень часто, слишком часто использовалась в классике И поэтому многие современных людей Отчасти не воспринимают и терпеть не могут классику Потому что она звучит относительно скучно Как раз таки из-за того, что там много таких повторяющихся Одинаковых, очень простых Приевшихся, просто приевшихся моментов Давайте я сейчас просто ради интереса Сыграю какую-то мелодию Используя в левой руке тонику Первую ступень и субдоминанты И послушаем, как это звучит Сейчас прозвучала субдоминанда Снова тоника Субдоминанда Как еще это может звучать? В конце я использовал доминанда Просто чтобы это прикольно зазвучало И можно было мелодию завершить Итак, значит мы с вами рассмотрели Как звучит тоника, субдоминанда, доминанда Тоника, субдоминанда, тоника Давайте попробуем послушать Как звучит тоника, доминанда, тоника Тоже очень классический прием Это звучит, например, в каприсе Пагани Точно так же здесь обыгрываются звуки Тоники, доминанты и тоники Итак, что мы можем из этого взять И понять, что последовательность Из тоники, субдоминанты, доминанты и тоники Может звучать уже в трех вариантах То есть мы из нее можем выдернуть Либо доминанту То есть играть тонику, субдоминанту, доминанту Либо выдернуть субдоминанту То есть играть тонику, доминанту и тонику Зачем же нужны тогда другие ступени? Спросите вы меня А я вам скажу, что они называются побочными И именно поэтому они музыку обогащают И делают немного красивее Добавляют к ней своеобразные оттенки Итак, давайте посмотрим на нашу схему Итак, здесь мы видим опять же Тоника, субдоминанта, доминанта, тоника И куча разных стрелочек Что же они обозначают? Каждая из ступеней побочных То есть вторая, третья, шестая или седьмая Относится к группе Либо к тонической, либо к субдоминантовой Либо к доминантовой Два из них относятся и туда и туда Ну такие маргинальные чувачки Ну ладно, итак, давайте разберемся со второй ступенью Которая относится к группе субдоминанты А почему сейчас тоже объясню Потому что самый гармоничный интервал И основополагающий в музыке Это интервал через одну ноту Это интервал терция Подробно разберемся на следующем уроке И между второй ступенью и четвертой Возникает тот же самый интервал Что может делать вторая ступень? А вторая ступень может заменять субдоминанту Может заменять Может ее предвосхищать Может следовать после нее и так далее Давайте попробуем послушать Такой фрагмент Я сыграю тонику Затем субдоминанту После нее я сыграю вторую ступень Потом доминанту и тонику То есть все тот же самый наш оборот ТСД Но внутри будет вторая ступень Итак, слушаем тоник Доминанта Вторая ступень Доминанта Так, ну что ж Наша музыка в принципе обогатилась И стало немного приятнее Давайте попробуем теперь заменить Субдоминанту вторую ступенью Как это будет звучать? Следующим образом звучит эта последовательность Давайте перейдем к следующей ступени И посмотрим, что она может делать Итак, это у нас третья ступень Которая образует интервал через одну ноту С тоникой И одновременно с доминантой Смотрим на схему Вот у нее стрелочка идет к тонике И стрелочка к доминанте То есть в принципе ее можно использовать Вместо тоники После тоники Перед тоникой Вместо доминанты Перед доминантой После доминанты Короче, делайте с ничего хотите Но я сыграю вам пример Итак, я заменю Точнее не заменю Третью ступень А подготовлю ее Ею подготовлю доминанту Т-С-3-Д-Т Чаще всего она используется вместе с доминантой То есть либо ее заменяет Либо Предвосхищает Давайте перейдем к следующей побочной ступени А это Пока что пускай будет шестая Итак, шестая ступень Входит в родство С субдоминантой И с тоникой Потому что располагается на расстоянии Через одну ноту На расстоянии терция От них обоих Точно так же Шестую ступень Можно использовать Вместо тоники После тоники Перед тоникой И Вместо субдоминанты После субдоминанты Перед доминантой Давайте попробуем послушать Как это дело будет звучать Если я шестую ступень Сыграю между тоникой И субдоминантой Смотрим на левую руку Таким образом Наша музыка снова обогатилась Но Еще раз повторяю Каждая ступень Это как роль И Как понять роль Каждой ступени Вы сможете Только начав Это слушать И играть И пробуя Пробуя Импровизировать Ну и Последний вариант Использования Шестой ступени Это Заменив тонику В конце Вообще То есть Будет звучать Сейчас последовательность Т С Д И шестая ступень Итак Здесь мы видим Что Как бы Музыка закончилась Но закончилась Как-то не так Эффекта Тубиконтинит не возникает Но у нас в подсознании Складывается ощущение Что Да блин Ребята Что-то не то В общем Этот оборот Называется Прерванным Когда тоника Заменяется Шестой ступенью И возникает в голове Вот этот Когнитивный диссонанс Композиторы Это просекли И начали Очень активно Использовать Ну и запоминаем Шестая ступень После доминанта Вместо Тоники Это Прерванный оборот А на этом Все И конечно же Всем спасибо За то Что вы нас смотрели Подписывайтесь На канал Моты Креатив Ставьте лайк Нажимайте на колокольчик Я вас всех люблю Всем желаю здоровья Хорошего настроения Любите музыку И смотрите Следующие уроки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому